Приветствую уважаемые зрители! Помните, давным-давно в далекой галактике играли мы с вами на закрытом тестировании проекта под названием Dreadnought? Игра тогда вызвала смешанные чувства, и я решил подождать ее официального выхода из беты. Так вот, недавно со мной связались представители компании Greybox, издатели Dreadnought, и сказали «Время пришло, Алатристы!» В общем, предложили еще раз оценить данный проект. Тем более, что они как раз релизнулись в Steam, на ПК, а также на консоли PlayStation. Кстати, чтобы не тратить ваше время на поиски, можно воспользоваться ссылкой под этим видео и загрузить Dreadnought. Естественно, игра бесплатна, классический фри-то-плей. При первом запуске через Steam он предложит вам привязать старый аккаунт эпохи ЗБТ, если он у вас, конечно, был. Так что все премиумные корабли никуда не денутся, а перейдут в Steam-версию. А теперь давайте посмотрим, как поменялся проект со времен ЗБТ. Первое, что бросается в глаза, это графика и интерфейс. Тут игра, конечно, поменялась изрядно. Раньше цветовая гамма была намного потемнее. Сейчас картинка, ну, какая-то более приставочная, что ли. Также мне не покидает ощущение, когда находишься на экране ангара, что он выглядит как некий концепт-арт к фантастическому комиксу. Это мне скорее нравится, так как гримдарковая атмосфера Беты, ну, не позволяла рассматривать корабли во всей их красе, хотя тут дело вкуса каждого. А вот интерфейсные решения выглядят изрядно мудреными и неочевидными. Не буду врать, мне понадобилось некоторое время, чтобы в них разобраться. Ну да и Кракен с ними. Зато я сразу вспомнил про самое могучее преимущество, которое когда-то привлекло меня в игру Дридноут. Это безумно красивые и эпично проработанные космические корабли. Просто рай для фаната научной и боевой фантастики. Читая книги Лема, Хайнлайна, Саберхагена, Гамильтона, я представлял себе военный звездный флот именно таким. Обратите внимание, как до мелочей проработан внешний облик этих космических монстров. Пожалуй, это в принципе лучшие боевые корабли, которые я когда-либо видел в компьютерных играх. А придумывал и рисовал их? Кстати, наш с вами соотечественник, художник Юрий Мазуркин. И раз уж я начал упоминать имена людей, участвовавших в разработке Дридноута, добавлю еще, что лор игры писал знаменитый Дэн Абнет. Фанаты Вархаммера, вы просто сейчас обязаны ткнуть Лойс за это. Да, любоваться кораблями можно, конечно, часами, это тоже часть игры, однако думаю, что большинство из вас предпочтет все же выйти на них в бой. Продравшись через дебли интерфейса, мы обнаруживаем ряд интересных решений. Во-первых, возможность сформировать сетап из разных классов кораблей. Это удобно, ведь перед боем не угадаешь, что же понадобится в процессе. Пока флотилия собирается на орбите, можно оперативно поменять корабль. Например, хила не достает у союзников или дамагеров не хватает. Все это нужно и можно скорректировать, в том числе прямо во время боя. Во-вторых, можно выбрать уровень сложности. От него зависит послебоевая награда, ну и самое главное, тот уровень кораблей, которым вы попадете на растерзание. В-третьих, выбор режимов боя. Вы можете выйти в испытательный полигон с ботами. Это удобно для новичков. Можно опробовать новый корабль, да вообще освоиться с геймплеем и потренироваться, не боясь, что вас моментально снесут опытные игроки. Можно сыграть в крайне интересный режим завоевания, где очки начисляются в зависимости от площади контролируемой территории. Это поощряет рубиться агрессивно, а не сидеть за скалой на респе. И естественно, есть два варианта старого доброго командного ПВП, классический толпа на толпу и натиск с увеличенным количеством очков, нужных для победы, а также НПС кораблями, которых надо оборонять или уничтожать. Словом, в отличие от беты, когда я как раз ругал матчмейкер, постоянно закидывающий новичков в бои против опытных и хорошо экипированных игроков, теперь данная проблема исчезла, вас больше не будут возить лицом по столу. Порог вхождения значительно снизился и первые шаги в игре стали весьма комфортными. Само собой, что рано или поздно вы встретитесь с местными асами и получите хорошую трепку, но это, извините, сессионный ПВП проект. Убивай или будешь убит, учись играть, совершенствуй свое мастерство. Принцип легко начать, но сложно стать мастером, тут работает как надо. Также хочу отметить, что в Дредноуте я не обнаружил нагибы за деньги, слава Удину. Прем-корабли тут весьма хороши, но они не гарантируют вам боевого преимущества перед прокачиваемыми звездолетами, только повышенный заработок игровых денег и экспы, ну и кастомизация внешнего вида, само собой. Отдельные пару слов об игровом процессе в принципе. Геймплей достаточно аркаден и несложен для освоения новичками на первый взгляд, как я уже упоминал. Классы кораблей весьма четко отличаются друг от друга и по стилю игры, и по боевому назначению. В общем, выбирай на свой вкус и скилл. И если у вас сходу получилось вознагнуть на тяжело вооруженном и бронированном Дредноуте, не факт, что вы сможете повторить свой успех на быстром, но слабо защищенном корвете. По крайней мере сразу. На мой взгляд, самый комфортный класс для новичка это эсминец. Обладая неплохим запасом ХП, он прощает неопытному игроку много ошибок, при этом неплохая маневренность и мощное вооружение дает возможность набивать урон. По самому интуитивному сценарию, я, космонавт, простой, вижу цель, стреляю в нее. Также вам изначально хорошо зайдут Дредноуты и артиллерийские корабли-снайперы. Первые выживают за счет большого запаса ХП и мощи залпа в ближнем бою, вторые стреляют издалека, что вроде бы как бы позволяет дамажить, не подставляясь. А почему вроде? А потому что среди опытных игроков им бои считаются корветы. Мелкий и шустрый пакостник под управлением скилованного бойца способен прорваться в ваш тыл и сделать с вами очень непотребные вещи, а после втопить по скорости и смыться злорадно хохоча. Правда игра на них требует особого опыта и умения, реализовать имбовость корвета у новичка сразу не получится. Малейший просчет и ты разлетаешься на много-много мелких кусочков, но видя что творят на них в бою местные отцы, поневоле начинаешь хотеть научиться играть так же как и они. Еще один интересный и полезный класс – тактические крейсера. По сути это хил, который может как лечить союзные, так и калечить вражеские корабли. Весьма полезный шип, особенно в отряде. Кстати, игра в компании друзей более эффективна, чем в случайной команде, потому что все классы кораблей созданы, чтобы дополнять друг друга. Танк, хилл, дамагер – это классика ММО, что мне вам об этом рассказывать? Тут стоит еще обязательно добавить, что прокачка конкретного звездолета в игре не ставит перед собой цель тупо дойти до топовых модулей. Каждый корабль можно и нужно точить под вашу манеру игры. На том же корвете вы можете выйти из-под неприятельского огня, врубив модуль форсажа, либо оттанковав попадание саморемонтом. Выбор за вами. Также для всех кораблей доступна функция перераспределения мощности реактора между двигателями, пушками или щитами. То есть комбинация боевого применения модулей и обилок, она, ну, практически бездонная, как и пространство для скилла. Так, что еще не сказал? А, да, карты. В игре их достаточно много, и все они красивые. Естественно, мне больше нравится сражение в открытом космосе, а не в атмосфере планет. Я считаю это более правильным и логичным. Если же вы со мной согласны, напишите об этом в комментариях. Звездолеты должны воевать, как я считаю, еще раз подчеркиваю, в открытом космосе, а не царапать брюхом скалы. Разработчики обязательно посмотрят это видео, так что пользуйтесь возможностью донести на них свое мнение. И напоследок. Пользуясь случаем, хочу сказать большое, просто огромное спасибо тем фанатам игры, которые во время моих стримов в эпоху ЗБТ Дредноута помогали мне советами, поддерживали в бою, ну и, естественно, учили играть, нещадно сбивая мои корабли на стримах. Спасибо вам, ребята, искренне. Есть вариант как-нибудь повторить. На этом пока все, жду ваших комментов, ну и, естественно, Лойсов. С вами был Капитан Алатристе. С вами был Капитан Алатристе.